Когда вы еще не были председателем, вы также приходили в Общество инвалидов. Какое впечатление у вас сложилось об этой организации? В Общество инвалидов я вступила в январе 2020 года. Ну вот будет уже два года, как я в нем состою. Я могу сказать лично вам, по своему опыту, но работа не велась, потому что я нигде не участвовала. Я, наверное, в Общество инвалидов была, первый раз, когда у нас встреча с вами была, интервью в том году, кстати, в декабре месяце тоже, да, это было. И, наверное, еще пару раз я была, взносы приносила, и как-то летом я туда приходила. У меня была инициатива о доступности бассейна, потому что у нас в Вискотиме очень замечательный бассейн, но он для инвалидов недоступен. Там его можно сделать, конечно, нужны вложения, но не мне судить там большие-небольшие, но можно сделать. Предложение мне было уже давно возглавлять председателя, Общество инвалидов представлять. Я все откладывала, а точка кипения у меня уже стала где-то, наверное, в апреле месяце этого года. Опять мне предложили, и я вот сказала, хорошо, я согласна, я пойду на председателя, на работу эту, ну, вы мне помогаете, вы меня не бросаете. На что Игорь Владимирович Голосовальский сказал, конечно, конечно, ну, свое слово сдержали. Они мне, ну, помогают. Я слышала, что вы проходили какое-то обучение, что это было? Ну, это не столько учеба была. Первый раз я ездила в Москву, это был социальный туризм, Игорь Владимирович, любезно, спасибо ему, предоставил мне. Это была поездка все председатели обществ Новосибирской области. Я в них попала туда. Ну, конечно, для меня это тоже был большой опыт, потому что знакомство. Я уже тогда с ними общалась насчет работы, видения, какие планы, что делать. А второй раз я была, это был, скорее всего, реакурс, он вообще там каждый год в Ивпатуре проводится реакурс для инвалидов-колясочников. Это такой реакурс, где учат основы жизни, кто попал в такие ситуации. Ну, я просто напросилась туда, говорю, хочу туда. Меня сильно-то учить не надо, ну, хотя я опыт тоже колоссальный это там получила. Что там самого важного произошло с вами, что вам может дальше пригодиться? А вот самое важное, наверное, действительно, вот эти любые встречи, любые поездки, они не случайные. Я там почерпнула реабилитационно-социальные, какие можно проводить мероприятия, как их проводить, как их создавать правильно и реализовывать. Ну, опять же, очень хорошо спорт, опять же, там, да, я опять же посмотрела бочи, плавание, вот плавание, вот в бассейне. Я вообще тоже воду люблю плавать, я люблю. И что, как группы в бассейне создавать, ну, правильно, там, инструктаж, все проходила я. Стрельба из лука, ну, очень много тоже прошло видов спорта, которые сейчас включены в Паралимпийские игры. И все-таки сейчас какую задачу вы видите перед собой, ставите перед собой как первую очередную, что необходимо выполнить в первую очередь? Первая основная моя задача, конечно, дать обществу инвалидов второе дыхание, может быть, даже и третье, и пятое, может быть, даже и первое за последние года. Потому что люди действительно не засиделись дома, они уже не верят ни в общество, не верят никому. Я даже вот сейчас на встрече кого-то, я вижу, говорю, ну что, в общество когда придешь? Он мне говорит, а зачем? Я говорю, в смысле зачем? Он говорит, а что там делать? Я говорю, ну, знаешь, так ты приходи, предлагай свои идеи, мы будем делать. Потому что, ну, никто вам ничего не принесет на блюдечке. Ну, я уж по своему опыту знаю, по своему жизненному. И хочешь изменить, хочешь что-то сделать, меняйся. Не можешь? Ну, не ной тогда, если не хочешь. И вот я хочу, чтобы больше люди узнавали об обществе, чтобы приходили, готовы мы всех выслушивать, готовы к работе, ну и работать.